Я не слышу его. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Станислав Золотов, житель когда-то Днепропетровска, а теперь Леверкузина, правильно? Я житель планеты Земля и интеллигентных людей. Человек мира. Здравствуйте, Стас. Я очень рада вас видеть. На самом деле, давно мы не виделись. Сколько лет вы не были в Украине? Так, наверное, лет 7-8. Лет 7-8. Я скажу, что Станислав Золотов, музыкант, достаточно известный в Днепропетровске. Я думаю, те люди, которые сейчас нас видят и слушают, они его узнают обязательно. Стас, мы хотели бы узнать, что сейчас говорят в Германии о событиях в Украине? Однозначно, никто не говорит. Значит так, поскольку смотрят разные телевидения, имеют разные мнения, ничего определенного. То есть, определенную какую-то информацию получают только те люди, которые заинтересованы ее получить. Интернет, вот допустим, здесь можно смотреть новости немецкие, английские, русские, украинские. И, в общем, и уже делать из этого вывод. То есть, есть у людей выбор? У людей выбор есть, но, знаете, вот так, я захожу к своим родителям. Они смотрят в основном русские программы, потому что там идут какие-то сериалы. И между сериалами проходят новости, в которых выгружается вся эта груда живой российской информации. И они в это верят. И мне приходится их переубеждать каждый раз. И так приходят каждый день. То есть, у вас там жизнь борьба? Ну да, то есть, я должен заставить их немножко порассуждать и предоставить какие-то... Такие доводы, от чего бы они не могли отказаться. Ну а ты понимаешь, что информация на русских каналах лживая? Конечно, понимаю. Я понимаю, что на русских каналах лживая, что на украинских каналах могут там немножко в отметочку, ложечку такую цак закинуть, а могут и вторую. Я сам работаю на телевидении, я знаю, что это такое, то есть, как бы... Мы знаем, что смонтировать можно все. А немецкое телевидение, много ли внимания уделяет событиям в Украине? Потому что нам кажется, что сейчас весь мир говорит об Украине. Но мы здесь, естественно, мы немножко эгоцентристы в этом плане. Как на самом деле вот с немецким ТВ обстоят дела? Я немецкому ТВ не очень много уделяю внимания, если оно не музыкальное. Ну понятно. Но я общаюсь со своими учениками, у меня очень много немецких учеников, и я знаю их мнение. То есть, люди видят во всем этом какие-то шаги Адольфа Гитлера. Вот, вплоть до того, что идут конкретные сравнения. Можете тоже спросить, если что? Да, конечно, спрашивайте. Можете меня спрашивать все что угодно. Есть вопрос. Это Германия или город Леверкузен? Есть. В общем, все люди понимают ситуацию, все немецкие люди понимают ситуацию адекватно. Они видят, что за границей Украины, на востоке, стоит грозный какой-то зверь с непонятными действиями. То есть, вот, они пока как бы вырисовываются в какую-то линию, но эта линия тоже не есть мазок художника. Ну, то есть, среди немцев больше единства в мнении по поводу событий между Украиной и Россией, да? Среди немцев не то, что больше единства. Среди немцев практически единство есть. То есть, они понимают, что идет до зубов вооруженный враг. То есть, у них есть опасения, да, по отношению к самим немцам? У них есть опасения по отношению к всей Европе, потому что, если взять Вторую мировую войну, то Германия лежала полностью в развалинах, Япония лежала полностью в развалинах. Но, тем не менее, эти две страны сделали работу над ошибками и поднялись. То есть, здесь государство человека не выбросит, если даже у тебя там что-то и случится, государство тебе поможет. То есть, есть система. И сам президент здесь, в этой системе, как свадебный генерал. Здесь может меняться канцлер, может меняться в Америке президент, все равно сама система останется такая. Здесь мэр города может ездить на велосипеде, и никто его по голове сзади с дубинкой не шваркнет за то, что он вор и хапкает. Ну, скажи своим друзьям немцам, что мы пришлем тебе визитку Яроша. Вы, наверное, там слышали уже о ней, да? Говорят, что такой обрих вообще от виду сих негараздев. Вот. И в случае чего ты им будешь выдавать, и у вас все будет спокойно. Это шутка, конечно. Ну, если хочешь, я пришлю. Ну, мне лучше пришлите визитку Пола Маккартни, вот это будет куча отрез. То есть ты стараешься быть вне политики, как музыкант? Нет, я стараюсь быть в политике, как музыкант. Только я против перегибов. То есть как у нас, я за стендбай, чтобы было такое положение. Стабильность? Стабильность, да. А какая визитка там придет, это все зависит от настроения и от погоды. Я знаю, что недавно ты с нашим же земляком Владом Пороховниковым написали песню, которую вы назвали «Порядочный человек», верно? И вы посвятили ее Андрею Макаревичу. Почему именно ему? И какое сообщение миру вы вкладывали в эту песню? Мы потом ее послушаем в конце эфира обязательно. Значит, ваш земляк Влад Пороховников, он мой одноклассник. И как ни странно, мы здесь играем на гитарешках. А эту песенку я написал, не песенку, извиняюсь, даже песню, потому что так нельзя сказать. А эту песню я написал после того, как я увидел на сайте в одноклассниках, как народ превращается в хама. То есть, и у меня из-за этого есть даже несколько предложений. Сначала я написал песню, в которой пытался объяснить людям, что если человек порядочный, то он должен найти какую-то долю, хотя бы долю здравого смысла, чтобы не превращаться самому в свинью. Во-вторых, Андрею Макареевичу недавно был, у него был юбилей, и я видел, что так набросились на него россияне. В России, да. В России, да, скажем так, неинтеллигентные люди. Что хотелось бы как-нибудь защитить этого человека, и не только этого человека, а вообще всех порядочных людей. Я там не пою песни, что это Андрей Макареевич, я пою о порядочном человеке. Вон их целый список актеров, деятелей искусства, которые понимают, к чему ведет диктатура в России. И у меня есть несколько предложений. Раз я на телевидении, я хочу сказать, так сказать, выдохнуть еще двумя. Выдыхай, выдыхай. Как музыкант, я когда здесь беседую с людьми, я их спрашиваю, что ты можешь предложить в этой ситуации. Не рассказывай, как было плохо, и как тебе было плохо, и какие были все гады. Это понятно. Сейчас здание разрушилось, мы должны его строить. Не надо ныть, нужно делать. Да, не надо выдавливать коленом кризису, правильно. Так вот, я предлагаю, так как я музыкант, я предлагаю внести в Госдуму закон о фонограмме. Чтобы слово фонограмма, раз мы идем к честности, раз мы идем к справедливости, чтобы слово фонограмма звучало у людей на кухне, называлось это так, караос. И все, не более. Если ты музыкант, у тебя есть гитара, фортепиано, арпа, приходи, играй вживую, не морочь, не обманывай народ. Ты знаешь, у нас сейчас такая вот очень классная инициатива возникла, перешедшая в традицию на Майдане, может быть, ты слышал, видел, был музыкант, который назвал себя пиано-экстремист, он играл в балаклаве, в маске, но он играл перед силовиками прямо, то есть не боясь. После этого во всех городах Украины, практически в крупных, появились такие пианино, раскрашенные в патриотичные цвета, у нас в Петриковку девчонки, по-моему, его раскрашивали. И сейчас эта традиция поддерживается у нас под облгосадминистрацией, если ты помнишь, на Кирово. Сейчас стоят два инструмента, и можно приходить в любое время и играть под административным зданием. То есть ты представлял себе, что когда-нибудь в Днепропетровске такое будет? Ну, я, во-первых, этого не представлял и даже не думал это представлять. Я представить могу все что угодно, да, куда принесут орган, соберут его и будут на нем играть, тоже можно, да. Но мне кажется, что сейчас это более такой модный пиар. Вот он играл на фортепиано, если бы была гитара, он бы играл на гитаре, раскрасил в желто-блокритные цвета. Ну, на чем умеет, на том играл. Это все клево. Я к тому говорю, чтобы музыканты Украины показали всему бывшему Савку, да, что можно и не можно, а нужно жить без фонограмм. Честно, нужно жить честно. Если ты музыкант, то ты живешь честно, правильно? Да, если ты поешь, пой. Если сорвал голос, скажи, приходите за. И второй вариант. Вы это запомнили? Конечно, записали даже. И второй вариант. Так что-то мы ходили, прогуливали вчера, пили пиво, и я подумал. Ну, а чего? Что с пивом делать? Ну, в городе Ливеркузен, в футбольном городе, конечно. Да, да, как раз мимо стадиона шли и попивали. И я подумал, а почему бы, я не могу разбираться хорошо в компьютерах, как-то говорят, в твиттерах или где-то пиарятся, ну, все эти понтовые слова, не вызвать весь народ, к примеру, воскресенье, в 12.00, вся Украина выходит на улицу ровно в 12.00 и кричит, Путин вор! Ой, я не знаю, что я слышал. И это все снимают, видеокамеры разных городов, и показывают, чтобы нашу Украину, чтобы наш голос в одно время был слышен в небесах. Здорово. Ну, мы каждое воскресенье в 12.00 выходим на Вече во всех городах, ну, кричим там немножко другое, ну, я думаю, мы прислушаемся, Лена Николаевна, крикнем. Нет, вот именно в 12.00 дня, чтобы весь народ, все люди, которые, то есть, получают информацию, они знали это, что в 12.00 выйди на балкон, на улицу, просто в открытую, крикни в небо, Путин вор! Планета содрогнется. Планета содрогнется, если... Нет, ну, в хорошем смысле содрогнется. Она возрадует. Там долетит этот голос до тех людей, которые еще не знают, что он вор, да? Что он обокрал и свою страну, и пытается обокрасть Европу. Мы записали, Станислав Золотов, украинец из Ливеркузина, внес два предложения. Первое, запретить фонограмму, и второе, крикнуть в 12.00, Путин вор всей Украины. Просто запретить фонограмму. А запретить это даже слово. Хорошо, слово запретить. Выжечь каленым железом. Ну, можно железо не калить, можно просто ловом сутить. Может, там, если кто-то не может выступать под фонограмму, то на афишах должны большими буквами быть написано. Будет выступать под фонограмму. И за это определенный налог. Смотрите, и казне хорошо. Вот про налог мне нравится, честно говоря. Ну, почему? Закон Золотова. Отлично, отлично. Славик, спасибо тебе большое. Danke schön. Auf Wiedersehen. Выйдем еще в эфир обязательно. Пишите песни. Ваше произведение «Порядочный человек» мы покажем чуть позже, все его услышат. Передавай привет всем дневропетровцам, всем, кто тебя знает, если хочешь. Только непоименно, пожалуйста. Тебя очень многие знают здесь. Хорошо, сейчас, секундочку. Когда русские, русские, когда здесь говорят на немецком языке «Danke schon», я им отвечаю. Нема за «Шон». Пожалуйста. Danke. Это был Станислав Золотов, музыкант из Леверкузина, который родился и вырос в Днепропетровске. Правильно? Миру мир. Миру мир. Пис у пис. Все, пока. Добрый всем день, ночь, вечер. Мир вашему удобно. Эта песня мы посвящаем Андрею Макаревичу и всем порядочным людям, у которых есть здравый смысл. Здравый смысл. Песня называется «Порядочный человек». У здравого смысла шансов немного То дождь в голове, то снег Но не ищет пропавшую к правде дорогу Порядочный человек. Нет ничего дороже в жизни, чем глупости. Ее так легко совершить, чтобы потом всю жизнь платить. Наглая ложь со звериным оскалом Имеет в народе успех, придется тебе Начинать все сначала, порядочный человек. У смысл здоровья совсем под кончалом И намечается страшный грех. И уступает грех. И уступает грядущему храму Порядочный человек. Нет ничего дороже в жизни, чем глупость Ее так легко совершить, чтобы потом всю жизнь платить. Нет ничего дороже в жизни, чем глупость. Ее так легко совершить, чтобы потом всю жизнь платить. Чтобы потом всю жизнь платить. Чтобы потом всю жизнь платить. Порядочный человек. Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас выключим. Выключаем уже. Спасибо. 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 Спасибо.